Мур, привет друг, это Зверько. И вот недавно вышел новый герой Пакита. Весьма интересный и динамичный герой. Если ты хочешь подробный гайд по нему, то обратился по адресу. Интересные факты. Герой создан в честь филиппинского боксера Мэнни Пакьяо. Занимает 5 место в рейтинге лучших боксеров всех времен и народов. Он левша, как и герой в игре. Удары в реальности, как я показывал в гайде с Бенедеттой и Халидом, к сожалению, показать не смогу. Живые люди не соглашаются, а в зал не пускают. Если в воздух бить, это будет выглядеть весьма нелепо. Давай рассмотрим навыки. Пассивка. Тут два важных аспекта. Отрицательный аспект. Урон автоатакой снижен на 15%. На момент выхода гайда он 85% вместо 100%. А значит делать из Пакита автоатакера бессмыслица. Тем более у него такие шикарные активные навыки. Положительный аспект. Нанося навыками урон, миньонам, крипам и героям мы получаем стаки для усиленного удара, который не имеет перезарядки и странно называется «Стойка чемпиона». Для активации стойки понадобится 4 стака. Вдобавок Пакита после использования усиленного навыка получает ускорение бега, которое очень пригодится в бою. Кроме того, автоатаки по героям также дают стаки пассивки. А вот по крипам и мобам пока еще нет. Может в будущем добавят. Но имеем то, что имеем. Давай прервемся сейчас, чтобы не отвлекать твое внимание потом. Потому что благодаря рекламодателям я могу продолжать радовать тебя видео. Кода Шоп. Официальный дистрибьютор игровой валюты. Как в нашей Mobile Legends, так и в нескольких других популярных играх. Цены в Кода Шоп ниже, чем в Google Play или App Store. Для пополнения тебе даже не потребуется регистрация. Оплатить можно с помощью карты Visa или MasterCard, Kiwi или Яндекс деньги. Приобрести можно как алмазы, так и звездного участника. Давай покажу, как это сделать на примере моего ака для стримов. Заходишь по ссылке в описании этого видео. Внимательно вводишь свой игровой ID и сервер. Например, выбираешь нужное количество алмазов и оплачиваешь удобным для тебя способом. После чего перезаходишь в игру и алмазы у тебя уже на счету. Да, все просто, удобно, быстро и дешевле, чем традиционный способ. Для удобства можешь сохранить мои ссылки в закладках. А теперь возвращаемся к ролику. Возвращаемся к навыкам. Первый навык. Это удар, который при уроне по героям дает щит. А щит будет спасать твою шкуру не раз. Урон по миньонам и крипам не дает щит. Удар из стойки чемпиона наносит больше урона и дает больший щит. Тут запомни главное. Щит из стойки чемпиона складывается со щитом обычного удара. Комбинация этих двух ударов повысит твою выживаемость. Второй навык. Более сильный удар с наиболее короткой перезарядкой. Пакита совершает прыжок вперед, которым может перепрыгивать стены миньонов. Мгновенно наносит мощный удар. И если на пути прыжка оказывается монстр или вражеский герой, удар приходится по нему. Удар из стойки чемпиона наносит просто больше урона. Гораздо больше урона. Двойная комбинация отлично подходит для урона по подвижным противникам. Третий навык. Его сложно назвать ультой. Это больше подходит именно как третий навык. Пакита толкает противников вперед, наносит удар, который вызывает замедление и отскакивает назад. Удар из стойки чемпиона, конечно же, сильнее. Вдобавок, вместо замедления он подкидывает цели. Третий навык дает сразу два стака пассивки, если оба удара пришлись по противнику. Навык отлично подходит, чтобы собрать врагов в одной точке. Тут можно вспомнить про урон Вейла, если ты смотрел мой гайд. Этот навык применяется, чтобы контролировать перемещение противника, прерывать касты и анимации навыков, обрезать отступление. Однако для самого Пакита он несколько неудобен, потому что приходится потом пробегать разрываемое расстояние, либо перескакивать вторым навыком. Главный плюс навыка – большой урон, а минус – долгая анимация и медленная скорость применения. То есть противники могут отскочить от навыка, или сторонний вражеский герой может накинуть контроль. Итак, что имеем? От пассивки часто используем ускорение. Первый навык – это щит. Второй навык – перемещение. И третий навык – сгребание в кучу. Самый сильный по урону является третий навык. Но самый удобный и быстрый в применении – это второй навык. Вдобавок у второго – мизерное КД, которое мы дополнительно сократим в сборке. Комбинацию навыков у Пекита много, и благодаря скорости перезарядки ты сможешь подстраиваться под события. Например, чтобы продолжить бой с маленьким безопасом здоровья, придется чаще использовать первый навык и держать на себе щит. С подвижным противником все чаще нажимать второй навык, чтобы догонять и наносить урон. Если позволяет дистанция, можно дважды использовать третий навык. Если пройдут все четыре удара, то это максимальный урон с двух навыков. А вот пример длинной комбинации в тайминг и лишь с одной автоатакой. Вторым сокращаем расстояние, потом первый, ульта, ульта еще раз, второй навык, автоатака, первый навык. На самом деле вариантов очень много. Это весьма динамичный боец, который хорошо передает динамику боя в боксе. Дополнительный навык. Слабая сторона Пекита – это близкое расстояние для ведения боя, и мало навыков его перемещающих. Эту задачу придется решать либо собственным скиллом, либо дополнительными навыками – спринтом или вспышкой. Но если ты умеешь в засадную деятельность, атаки из кустов и хорошую реакцию, то можно взять казнь для добивания героев. Эмблемы. Хорошо подойдет классический боец с вампиризмом. Или можно взять эмблемы убийцы с исцелением. Сборка. У меня сборка классическая, можно сказать нацеленная на урон и немного живучести. Тапки выбираем между прочными сапогами и сапогами воина. Это зависит от пика противника. Ты выбираешь либо защиту, либо уменьшение контроля. И больше защиты от магии. Топор кровожадности. Он – база исцеления Пекита. И плюс к перезарядке навыков. Бесконечная битва. Даст урон в автоатаке после навыков. И добавит скорости перезарядки. Оракул. Увеличит исцеление от навыков. И увеличит щит от первого навыка. Крылья королевы. Дадут нужное выживание в поздней игре в массфайтах. И, наконец, у Пекита будет максимальный 40% скорости перезарядки. Клинок отчаяния дополнит урон билда. Почему нет косы коррозии и говорящего с ветром? Если их брать, то Пекита начинает выигрывать в скорости. Но толку от этого, если урона мало. Если брать другие защитные предметы, мы пожертвуем скоростью перезарядки и количеством исцеления. Но каждому свое. Подстраивай билд под свой геймплей. Надо будет, наверное, рассказать, как это делается. Для новичков будет полезно. Напиши в комментариях, надо или не надо. Тактика. Сразу скажу. Пекита требует хорошего пинга и привычки к комбинациям. Но что на первых порах нужно запомнить? Ульта хорошо работает против соло противника, у которого нет прыжка. Второй навык против подвижного противника, а в массовом бою первый навык будет постоянно тебя выручать. Как освоишься с Пекита, будешь лучше меня понимать, в какой ситуации и какой навык использовать. Выбор линии. Вообще, Пекита отличный роумер. Но четвертый уровень надо наскрести. А до этого низкая подвижность может сильно подвести и тебя, и команду. Как раскачиваться, так же зависит против кого играешь. Если против тебя много прыгунов до стрелков, первый навык получится реализовать редко. Потому что нужно попасть по герою, а для этого подойти. Пассивку можно использовать для отступления, чтобы ускориться. Ты можешь применить навык в воздух. Но лучше еще и рвануть вторым навыком в нужном направлении. Проблема с входом в бой решается несколькими способами. Либо инициаторы с контролем в твоей команде, а хороший инициатор это редкость, либо атака из кустов. Крепкие нервы и засадная деятельность – наше все. Пушить линию Пекита – так себе. Все упирается в низкий урон с руки. Лес фармить можно для того, чтобы забрать чужой баф. Но все равно этот процесс как-то затягивается. Авто атака по крипам не дает заряда в пассивке. Начинать лесником Пекита – так себе затея. Ну и совсем печаль – это лорд и черепаха. Вообще, наша задача – это пвп файты. Поэтому можно подождать врагов в кустах рядом с лордом, пока наши бьют лорда. И наконец, новый раздел – кайфушки. Чем же приколен этот герой? Играя на нем, ты практически чувствуешь динамику бокса. А это один из самых быстрых по динамике единоборств. Ты постоянно на движухе. Куда-то перемещаешься, кого-то выслеживаешь. Навыки жмутся, как будто ты на рояле играешь в Вивальде. Каждый навык дает какой-то ощутимый профит. То прыгнешь, то переживешь дамаг, то двинешь кому-то по мордасам. Это лучше, чем какое-нибудь серое и невнятное. Этот навык усилит ваш следующий удар. Чувствуешь импакт своих действий и свой урон. Схватка двух Пакита – вообще красота. Рывки, вороты, хитрости. Короче, герой для тех, кто любит темп. А на этом все, мой друг. Пиши в комментариях, что ты думаешь о Пакита и о Гайде. Если понравилось видео, жми лайкос с лапкой и подписку с серым колокольчиком. Удачных боев, друг. Субтитры сделал DimaTorzok